МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Бренд, известный во всем мире. Гомсельмаш отметил 90-летний юбилей. Снова маски и социальное дистанцирование. COVID-19, меры предосторожности, тема воскресного интервью. Идти по жизни на ощупь. Наши корреспонденты узнали, как и кто обучает слепых детей музыке и шрифту Брайля. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Крупнейший белорусский производитель сельскохозяйственной техники акционерное общество Гомсельмаш на этой неделе отметил 90-летний юбилей. Коллектив и ветеранов предприятия поздравил президент страны Александр Лукашенко. За 9 десятилетий Гомсельмаш прошел огромный путь. Он рос и развивался вместе со страной. Способствовал переводу сельскохозяйственной отрасли на промышленные рельсы. Помогал народному хозяйству возродиться из пепла после войны. Обеспечивал развитие агропромышленного комплекса в последующие годы. И сегодня благодаря уму и таланту многих поколений машиностроителей превратился в настоящего гиганта, задающего тренды не только на отечественном, но и мировом рынке. Говорится в поздравлении. Наши корреспонденты встретились с работниками акционерного общества и прибывшими на торжества гостями. На экономической карте Советского Союза Гомсельмаш появился 15 октября 1930 года. Время диктовало необходимость повышения благосостояния населения. И решить эту задачу в первую очередь можно было через оперативное обеспечение села современной техникой. Начинались с силосорезок, картофелесортировок и льномолотилок. Сегодня холдинг Гомсельмаш входит в пятерку мировых лидеров по производству сельскохозяйственной техники. Среди стран импортеров – Россия, Казахстан, Китай, Армения, Молдова, Таджикистан. Мы для себя, пересматривая политику и стратегию продаж, исключили ряд, в том числе и западных рынков, действительно, на которые не стоит направлять в данный момент, подчеркиваю, именно в данный момент свои усилия, потому что в силу разных обстоятельств, и в том числе и определенного технологического уровня, мы не совсем готовы с ними конкурировать. Поэтому мы сейчас сконцентрировались на наших более традиционных рынках. И результат в этом году, в принципе, видите, есть чем похвастаться. А дальше мы не сбрасываем со счетов те западные рынки. Мы с ними будем дальше работать. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, приехать на празднование 90-летия Гомсельмаша смогли не все партнеры. Хотя без зарубежных гостей торжества не обошлись. Причем время пребывания в Гомеле они использовали еще и для обсуждения перспектив сотрудничества. В 2019 году, конкретно в августе 2019 года, мы заключили договор о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и компанией АО «Росагролизинг». И, в принципе, с этого момента начались поставки комбайнов Гомсельмаш Российскую Федерацию. За это время поставлено более 100 комбайнов. И я хочу сказать, что данная продукция, она востребована сельхозтоваропроизводителем Российской Федерации. Мы сейчас как раз наметили планы на 2021 год. Планируем утроить объем поставок. В этом году мы совместно запустили в Казахстане новую модель 3219. У нас это комбайн ЕСИЛЬ 790. И я думаю, что у этой модели перспективы достаточно большие. То есть это практически заменяющие машины импортную технику. То есть по уровню оснащения, производительности, автоматизации. Реку времени нельзя ни остановить, ни повернуть вспять. Прошлое можно только осмыслить. У Гумсельмаша славная история. А заводские корпуса, выросшие на тогдашней окраине в конце 20-х, в начале 30-х годов прошлого века, стали родным домом для многих тысяч машиностроителей. У нас матери было двое, двое ребят после войны. И было тяжело. Но я пошел в ремесленное училище, раньше было такое. А сейчас, как он называется, колледж. Два года там, именно на Кузнеца. Вот с этого, как пошло, 1958 года. Так я и работаю. И на Сельмаша. Представьте себе, пламя, металл, искры летят. Даже хотя бы это. Я фактически всю жизнь отдал этому заводу. Тогда еще Гумсельмаш отмечал только 50 лет Гумсельмаша. Сейчас уже 90. Вот так прошла моя жизнь здесь, на заводе. На одном месте я уже 40 лет. Я хочу поздравить всех с этим большим для нас праздником. Пожелать всем здоровья, успеха в работе, благосостояния. Чтобы не было забастовок. Чтобы все трудились. У всех была работа и достойная зарплата. В Народном музее боевой и трудовой славы акционерного общества Гумсельмаш вся 90-летняя история. Причем это не просто экспонаты, а напоминания о традициях предприятия и людях, которых на Гумсельмаш называют самым главным капиталом. Сегодня здесь хранятся 8 книг памяти о лучших работниках завода. И еще одна. О тех, кому присвоено звание «Заслуженный работник». Заслуженный работник Гумсельмаша, когда он уходит на заслуженный отдых, ему платится 100% тарифной ставки. И человек практически получает вторую пенсию государственную. Вот какой очень хороший символ. Останавливаться на достигнутом Гумсельмаш не собирается. В 2018 году здесь началось производство первых в мире газомоторных комбайнов. В прошлом году освоили выпуск косилок для уборки риса. В этом провели приемочные испытания нового класса зерноуборочных комбайнов, предназначенных для фермерских хозяйств. А также фермеров ряда стран Азии и Африки, работающих на небольших участках. Если мы не сбавим темпы и удастся нам сохранить темпы, которые мы набрали в этом году, то я думаю, к 100-летию предприятие Гумсельмаш будет совершенно другое. Оно будет совершенно другого технологического уровня, совершенно новой современной линейкой машин. Олег Семсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Мы говорим о главных событиях – уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. В Луеве прошли торжества, посвященные освобождению района от нацистских захватчиков и 515-летию города. Открыли празднование луевские пограничники. Два года назад третий пост местной комендатуры был назван в честь Николая Сушанова, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. В 1943 году пограничник одним из первых форсировал Днепр в районе Луева. Вместе со своим батальоном захватил и удерживал плацдарм. Современники не только помнят его подвиг, но и многое делают для патриотического воспитания молодежи. Во время праздника реконструкторы из Белоруссии и России показали жителям и гостям города эпизод форсирования Днепра 15 октября 1943 года. Во время освобождения Луевского плацдарма погибло более 12 тысяч красноармейцев. Завершило торжество праздничное шествие. По центральной площади города прошли военнослужащие, пограничные комендатуры, РВД и МЧС. Колонну воинов-интернационалистов сменили юные жители района. 23 звонка поступило на прямую телефонную линию, которую провел помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Жители региона поднимали вопросы строительства жилья для многодетных, трудоустройства, озвучили земельные споры. Юрий Шулейко обратил внимание. Прямые линии особенно актуальны, как форма общения с гражданами в нынешней эпидситуации. В процессе общения определяются адреса, по которым нужно выехать, привлечь специалистов, а также проблемы, которые требуют досконального глубокого изучения. По некоторым темам даются разъяснения, подчеркнул помощник президента. Орден матери вручили 22 жительницам Гомельской области на торжественном приеме, посвященном Дню Матери. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей констатировал, что именно женщины-матери стоят у истоков формирования семьи, общества. Он подчеркнул, что белорусское государство оказывает большое внимание поддержке материнства, созданию комфортных условий для воспитания, обучения детей. Весомая поддержка оказывается многодетным семьям. Сегодня в области их более 18 тысяч. Особого уважения заслуживают приемные мамы за их труд, душевную щедрость и заботу. Всего в регионе 502 приемные семьи и 50 домов семейного типа, в которых окружены любовью и вниманием почти 1200 мальчиков и девочек. В Беларуси в одиннадцатый раз прошла акция «Чистый лес», которая организована по инициативе Министерства лесного хозяйства. Во всех регионах страны волонтеры наводили порядок в лесу и помогали с посадкой новых деревьев. Сотрудники Гомельского облсполкома, например, работали в лесу около деревни Цикуны Гомельского района. Они засаживали соснами и березами участок площадью около двух гектаров. Он появился в результате вырубки спелого леса, который пошел на переработку. Всего в ходе акции на Гомельщине благоустроили около 400 объектов, посадили более 500 тысяч молодых деревьев и восстановили 22 зоны отдыха. На помощь лесхозам вышло около 7 тысяч добровольцев. Снова маски, десредства и дистанцирование. В стране наблюдается рост заражения коронавирусом. Готовы ли ко второй волне пандемии медучреждения и сами белорусы? Какие средства профилактики наиболее эффективны? И почему нельзя расслабляться даже тем, кто в свое время уже переболел COVID-19? Об этом и не только в интервью программе рассказал главный врач Гомельской областной инфекционной клинической больницы Сергей Берич. Для начала вернемся в весну 2020. Первое медучреждение региона, которое стало принимать пациентов с COVID, Гомельская областная инфекционная больница, Сергей Ростиславович. Вот сегодня, спустя полгода, как вспоминаете вы и ваши коллеги эти первые несколько месяцев, наверное, самые сложные первые несколько месяцев работы с серьезней проблемой, противодействием к COVID. С высоты пройденных месяцев недели работы, которые мы уже проработали с пациентами с COVID, ну, эти воспоминания могут вызвать даже улыбку. Вся та наша тревога, вся озабоченность по поводу того, как мы справимся с этой ситуацией, теперь у нас вызывает улыбку. Но поначалу это, конечно же, было сложно. Была довольно значительная тревога. Тревога ожидания поступления первого пациента. И когда нам сообщили, что да, везут первого с подтвержденным уже диагнозом COVID, тем не менее мы были готовы его принять. Потому что перед этим у нас уже было несколько госпитализаций пациентами с вероятными случаями COVID-инфекции. Это, как правило, наши граждане, вернувшиеся из стран, неблагополучных по этому заболеванию, Китай, Италия были, с Италии приехали, и имевших признаки респираторной инфекции. Ну, на них мы отработали все схемы, по которым надо работать, принимая пациентов этой группы. Более того, это было дополнение к тем ежегодным нашим учениям, которые мы проводим с Центром гигиены, эпидемиологии по локализации очага особо опасных заболеваний. Но, тем не менее, повторяю, тревога была. Однако мы справились с первым нашим пациентом. Он нам в этом помогал. Месяц за месяцем снижение заболеваемости в стране, да и, наверное, долгожданное лето, скажем прямо, хорошенько нас расслабили. Вот с какого момента стоит снова взяться за голову и вернуться в режим профилактика и внимательное отношение к себе и своим близким? Я думаю, это надо было сделать вчера, это образно говоря. Вы абсолютно правы в том, что население в чем-то расслабилось. Мы видели летом, когда была жаркая погода, людей раздетых, людей на пляже, активно отдыхающих. Люди чуть-чуть забыли о том, какое сейчас время, какие сейчас имеются вызовы, какие угрозы. Поэтому вернуться надо немедленно сегодня, если вчера это не удалось сделать. Профилактикой надо заниматься уже на сегодняшний день, потому что мы видим сейчас подъем заболеваемости COVID-инфекции в странах Западной Европы, где уже первая волна была, схлынула. Теперь вторая волна зачастую захлестывает те показатели заболеваемости, которые были в конце зимы, в начале весны. Поэтому меры предосторожности следует принимать уже сейчас. Тем более, что это достаточно небольшое количество полезных советов, которые необходимо использовать. Вы бы что выделили в этом плане? Вы правы. Этих советов можно дать немного. Это социальное дистанцирование. Вирус, он сам по себе крупный, а значит и тяжелый. Если человек кашлянул, он далеко не полетит. Он тут же в силу притяжения Земли будет падать низ. Но, тем не менее, полтора метра, будьте добры, дистанцию держать надо. Далее, вирус не стоек в спиртосодержащей среде. Другие дезинфектанты, эти бактериальные в том числе, на него не действуют. Поэтому обработка рутк спиртосодержащими соединениями. Это айтиловый спирт. Как вариант можно использовать изопропиловый спирт крепостью, градусностью не менее 60-70 градусов. И, конечно же, пользоваться необходимо масками, средствами индивидуальной защиты. Хотя маска в данном случае, скорее, не средством индивидуальной защиты каждого отдельно взятого гражданина, а средства профилактики ковид-инфекции для тех людей, с кем он общается. Маска предотвращает распространение инфекции в большей степени, чем обезопасивает человека, который ею пользуется. Те, кто переболел в первую волну пандемии коронавирусной инфекции, рано расслабляться? К сожалению, уже есть публикации о том, что люди повторно заражаются, заболевают этой болезнью, в том числе и в нашем регионе. Поэтому расслабляться нельзя ни на каком этапе. Есть шансы повторных заражений? Да, и есть примеры повторных заражений. Сергей Ростиславович, мир вовсю обсуждает вторую волну коронавируса. А сколько вообще таких волн может быть, и когда все-таки угроза пандемии стихнет? Ответ я построю только на собственном мнении, потому что достоверного ответа сейчас нет. Слишком мало времени прошло, меньше года с того момента, как появилось это заболевание. То, что оно носит волнообразный характер, это уже состоявшийся факт, и сколько таких волн впереди, ответить на это никто не может. По моему мнению, эта заболеваемость перейдет, будет носить спорадический характер. То есть отдельные случаи на протяжении всего года будут встречаться всегда. Снизит эту заболеваемость появление качественной, хорошей вакцины. И в завершении интервью, что бы посоветовали зрителям? Уверен у многих сейчас вопрос, как можно работать на профилактику? Что помимо хорошего настроения, здорового образа жизни может повлиять и помочь? Ну, тут я, пожалуй, только повторюсь. Это вот эти три составляющие. Социальное дистанцирование, использование средств защиты и мытье рук соответствующими растворами, это достоверно поможет избежать заражения, а здоровый образ жизни этому поможет. Может быть, есть какие-то народные средства проверенные, или вы против самолечения, конечно, как и любой медицинский работник? Я действительно против самолечения, хотя не исключаю того, что какие-то продукты питания, какие-то физические упражнения, витаминизация сезонная, все будет способствовать сопротивляемости организма данной инфекции. Ну что ж, всем нам здоровья, спасибо за это интервью, успех в делах и до встречи в эфире. Спасибо, всего хорошего. Когда твои глаза – это руки, а учиться приходится на ощупь. Этот репортаж о педагогах, для которых учебный путь в прямом смысле рука об руку со своими незрячими учениками сложный, но открывающий новые возможности для обеих сторон. Дети, которые живут в темноте, начинают раскрываться и светиться изнутри. А учителя становятся для них настоящими проводниками в большой мир. Егор разведел звоночек. Давай проверим, как ты готов к уроку. Егору на днях исполнилось восемь. Мальчик ничего не видит, только понимает, когда вокруг светло, когда темно. Он у младшей из двоих детей в семье сыропаровых. У старшего сына со зрением все в порядке. Егор родился раньше срока. От этого и проблемы с глазами. С рождения до года мальчик принес четыре операции, но пользы от них было мало. Мир для Егора так и остался в темноте. До школы ребенка водили в специализированный сад номер 27. А получать среднее образование таких ребят отправляют в Василевичскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения. Но Егору повезло. В 32-й гомерской школе работает единственная в городе тифлопедагог, которая обучает незрячих в неспециализированном учреждении образования. Ему нравится, он общается с детьми класса, участвует в различных внутришкольных мероприятиях. Развивается как полноценные нормальные дети. Знания Егор хватает жадно. Ему хочется знать об этом мире как можно больше. Скажи, что самое сложное в твоей учебе? В тетради писать. А что самое интересное на уроках? Все самое интересное. У меня все интересно. Оксана, мама Егора, говорит, что не представляет, что бы делала без Ольги Николаевны. Отправлять 7-летнего Егора за сотню километров Василевича было жалко. Егору очень нравится эта школа. Ему нравится Ольга Николаевна, учитель. Она хороший специалист. Если бы не было этой школы, то нам бы, конечно, было сложнее, потому что Василевича – это тоже ребенку переживание, психику. И мы как бы не готовы к этому. Хорошо, что нам посоветовали 32-ю школу. Во Франции живут друзья семьи Сыропаровых. Они готовы помочь оплатить для Егора еще одну операцию на глазах. Но пока планам не дают осуществиться сложности с выездом за границу из-за коронавируса. А сейчас заглянем в колледж искусств имени Соколовского. Здесь учится Георгий Бридько. Мы познакомились с ним два года назад, когда парень только-только приехал из Мозыря в Гомель, чтобы учиться музыке. Это был настоящий подвиг для него. Все дело в том, что Георгий не зрячий. Он здесь один такой, один, но не одинок. Давайте узнаем, как у него дела. Сейчас. Слепота не мешает Георгию быть смелым, целеустремленным и очень глубоким человеком. Кстати, хотя бы то, что парень всего в 16 лет рискнул уехать из родного Мозыря. Зараз моя задача – протриматься третий курс, а четвертый я уже, в принципе, мне дастся легко. А что сложного в этом году? Додается, по-перше, ансамбль, який дает свои складанности. Плюс до всего в этом же годе додается педагогичная практика, я так само потребую своей уваги, своей праце, особной звучанием. У Сергея Соловьева, преподавателя колледжа искусств, такого опыта учить незрячих музыки не было. Да и в практике всего колледжа – это лишь второй подобный случай. Но педагог взялся. Сначала было трудно, приходилось связываться с другими учебными учреждениями. Очень помог российский Центр науки и культуры в Гомеле. Теперь Георгий постигает знания почти как всем. Он у нас всегда сдает в сроки наравне со всеми. Он у нас сдает по требованиям. Понятно, что требования предъявляются индивидуально каждому ученику в зависимости от его возможностей и тому подобное. Конечно, у него, допустим, программа не такая, как играют, допустим, дети более сильные. Но для него даже поднять эту программу – это подвиг, потому что для него любое произведение – это тот учащийся, которому не дашь ноты и скажешь, иди разбирай. То есть с ним нужно это все высидеть, объяснить, научить, показать. В 32-й школе и колледже искусств имени Соколовского детей, требующих особого подхода – единицы. В Гомельском областном центре коррекционно развивающего обучения реабилитации – все такие. ДЦП, в том числе отягощенные проблемами со зрением аутизм, тяжелая интеллектуальная недостаточность, под образовательной и воспитательной опекой учреждения – свыше 110 детей. Более половины – с тяжелыми аутистическими нарушениями. Раньше многим приходилось обучаться на дому. Благодаря центру родители могут работать, а дети – учиться. Плюс для каждого ребенка, что он находится, конечно, в социуме, что он идет в наше учреждение, у нас, как я всегда говорю, учреждение образования, как для всех других детей. Он идет как в детский сад, он идет как в школу, есть у нас линейки, есть выпускные. Дети живут полноценной жизнью. Они в коллективе, с ними работают специалисты, которые имеют свои компетенции профессионально сформированные в отношении работы с этими конкретной категорией детей. Поэтому и родители получают возможность работать. Дети у нас в течение всего рабочего дня, вот у нас 7.30 родителей привозят, имеют возможность, либо сами, либо у нас подвоз организован. И до 6 наш центр работает. Это и группа продленного дня, и у нас есть медицинская реабилитация в центре в полном объеме, она представлена. Есть у нас и компьютерный класс, как таковой, комната социально-бытовой адаптации. И у нас работают педагоги дополнительного образования на базе нашего центра. Поэтому все, что касается развития, обучения, воспитания детей в полном объеме здесь реализуется. Марина Северьянова, Игорь Морищенко, Андрей Иванов. Новости недели. Историк, этнограф, археолог, фольклорист и антрополог. В середине 19 века в местечке Новая Белица Гомельского уезда в бедной семье родился Евдоким Романов. Мальчик рано осиротел, но сумел построить карьеру в педагогической сфере и внес большой вклад в изучение белорусского этноса. Он написал более 200 научных работ и собрал более 10 тысяч фольклорных текстов. Пройти маршрутом по следам Евдокима Романова и ближе познакомиться с жизнью наших предков предлагают во дворце Румянцевых и Паскевичей. Об этой и других культурных новостях уходящей недели расскажет Анна Корольчук. Член Русского географического и Московского археологического общества, общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, обладатель многочисленных наград и медалей. Евдоким Романов был выдающимся подвижником белорусской культуры. Он также дал толчок развитию таких научных специальностей, как фольклористика, регионоведение и языкознание. Одним из главных его трудов стал белорусский сборник, в котором можно найти белорусские песни, пословицы, загадки, сказки, бытовые описания и диалекты. Экспозиция во дворце организована как маршрут по населенным пунктам, которые посетил исследователь. Артефакты, собранные сотрудниками музея во время экспедиции по этим местам отражают быт белорусов. А фольклорные тексты знакомят с белорусской речью, обрядами и верованиями конца XIX – начала XX веков. А в картинной галерее Гаврила Ващенко открылась выставка «Дом великана». Здесь каждый посетитель может увидеть всем знакомые предметы, увеличенные в несколько раз. Экспозиция особенно будет интересна мальчикам и девочкам, каждый из которых мечтает почувствовать себя гулливером в стране великанов или Алисой в стране чудес. В зале можно посидеть на диване размером с грузовик, увидеть тюбик зубной пасты размером с кровать. А в банку сгущенного молока можно легко забраться целиком. Это настоящий аттракцион для детей, ведь все экспонаты можно трогать, брать в руки и обязательно фотографировать. Интерактивная выставка приехала в Гомеле из Санкт-Петербурга и посетить ее можно будет до января. Музей истории города Гомеля состоялась в презентации книги Инессы Плескачевской «Без железного занавеса». В сборник вошли статьи, напечатанные в газете «СБ Беларусь сегодня» с 2014 по 2019 год. Время работы над проектом автор посетила 7 стран бывшего СССР и взяла 70 интервью. Это были разговоры не только с медийными личностями, но и с простыми людьми. Журналистка общалась с политиками, звездами, миллионерами, учителями, пенсионерами и предпринимателями, чтобы узнать, что изменилось в их жизни за последние 30 лет и как сказались на стране события 1989 года. Эта книга о кардинальных изменениях в Восточной Европе, о надеждах, радостях, победах и разочарованиях революции. В выставочном зале областного центра народного творчества открылась выставка учениц Гомельского художественного колледжа Анастасии Комаровой, Юлии Евроблевской и Юлии Мираевской. Юные художницы очень разноплановые, со своим мировоззрением и мироощущением. Экспозиция «Окна» стала для девушек первой в их жизни выставкой. Картины наполнены богатством красок, техник, смыслов и эмоциональных переживаний авторов. Культурное обозрение для вас готовили Анна Корольчук и Валерий Габанько. И помните, любая культура начинается прежде всего с самого человека. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова